Воспитанник Бобруйского аэроклуба Борис Ковзан выжил после четырех совершенных таранов. Бобруйсанам хорошо известно имя Бориса Ивановича Ковзана, героя Советского Союза, единственного в мире летчика-истребителя, совершившего в годы Великой Отечественной войны четыре воздушных тарана и оставшегося при этом живым. Это он писал «Сердце обливалось кровью, когда я узнал, что в первый день войны несколько бомб было сброшено и на родной Бобруйск». Не случайно его именем названа улица в нашем авиагородке, ставшем сегодня полнокровным микрорайоном Бобруйска. Родился Борис в российском городе Шахты, но вскоре отец, уроженец Бобруйска, перевез семью на свою малую родину. Уже в младших классах школы мастерил модели аэропланов и на состязаниях в Минске занял даже второе место. Наградой победителем было катание на самолете. Правда, Борис уже тогда сказал, что на самолете не катаются, а летают. Перейдя в седьмой класс, парень одновременно начал учиться в аэроклубе, где первый пруджок с парашютом совпал с его днем рождения. Первый же самостоятельный полет стал праздноваться им с тех пор, как второй день ангела, день рождения летчика. 29 октября 1941 года на самолете МИК-3 19-летний Борис вылетел на сопровождение штурмовиков в район Загорска в Подмосковье. В воздушном бою подбил врага, но при этом израсходовал весь боезапас. Он зашел юнкерсу сзади снизу и уравнял скорость, потом дал газ и резко взял ручку на себя. От удара тряхнула весь истребитель, но пилот справился с управлением. Вражеская машина, кувыркаясь, пошла к земле. Победитель же приземлился на своем аэродроме. В 1942 году уже старший лейтенант Ковзен дважды применил этот рискованный прием воздушного боя. Уже к середине июля 1942-го летчик 42-го истребительного авиационного полка, 240-й истребительной авиационной дивизии, 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, старший лейтенант Ковзен совершил 142 боевых вылета. Лично сбил три и в группе один самолет противника. 13 августа 1942 года в районе Старой Русы капитан Ковзен на Ла-5 обнаружил группу противников, с которыми пришлось вступить в неравный бой. Вражеская очередь ударила по кабине, одна пуля попала Ковзену в правый глаз. Он сделал попытку выброситься с парашютом, но сил не хватило. В это время прямо по курсу показался Юнкерс, и Ковзен направил свой горящий самолет на него. От удара обе машины развалились на куски. Нашего летчика выбросило из кабины через открытый фонарь. С высоты 6000 метров он упал в болото, что и спасло ему жизнь. При падении сломал ногу, руку и несколько ребер. Это был его по счету четвертый таран. 24 августа 1943-го Борису Ивановичу Ковзену было присвоено звание Героя Советского Союза. После уже с потерянным глазом он добился разрешения вновь служить в истребительной авиации. До конца войны он сбил шесть вражеских самолетов. Полковник в отставке Борис Иванович Ковзен жил в Минске, приезжал в Бобруйск. 7 апреля исполнилось 102 года со дня рождения Бориса Ивановича Ковзена. А в августе будет 39 лет, как его нет с нами. В годы войны, начав ее младшим лейтенантом, он совершил 360 боевых вылетов. Провел 127 воздушных боев и сбил при этом 28 самолетов противника. Мемориальные доски в честь Героя установлены в Рязани и Минске. А его имя уже ровно 20 лет носит улица в нашем городе на Березине.